Народ, мы опять в Киеве. Заглянули в тот магазин недостроенный, который уже достроенный. Открылся. Уже открылся. Интересно глянуть, что там? Очень. Пошли. Уже отсюда видно, да? Батарея кранов просто. Сумасшедшие. 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 Сто кранов. Сто кранов вообще. Как? Черт возьми, как? Как во всем этом разобраться? Как? В городке недвижимость в цене подскочила, да? Да. Что-нибудь расскажете? Конечно расскажем. Смотрите, представлено, все по регионам будет. Здесь будет Хайланд начинаться, переходить в Спейссайд. Самые дешевые сорта, я смотрю, да? Самые представительные. Ну да, одни из самых дешевых. 150 тысяч гривен. Копей. Макалан, да? Макалан, да? Макалан, да? Макалан, да? Уникальная вещь в хрустальном декантере от производителя Лолик. Один из... Найбольшего качества хрусталя французского. Здесь немножко, кстати, в Тайване представлено, Кавалан производитель, что редко где встречается. Ключные виски, кстати, Кавалан. В прошлом году лучший виски в Хересовой бочке. Макалан, Кавалан. Ну, я даже не слышал, честно, про этих ребят, то есть... Ну, у меня нет слов просто. Смотрите, Япония тоже представлена будет. Слушай, у меня это по Японии, как ипки, вся базовая. И по-новески. Да, очень хороший. Если любите особенно мягкость, виски и бидрость. Гораздо поинтереснее будет, чем Орландс. Какой ценник, например? Ценник, смотрите, начинаю где-то от 2 500 и до... Где-то 1200, там точно нужно еще по номеркультуре уточнить. Да. Да. Выбор, конечно... Блин, виски, виски на меду. Ну, это как виски-липер будет. Виски. Скорее, это уже можно называть грибком-липер. Джим Бим. Ну, я такой... Да, есть такой же Джек Дэниелс. Амари Канхани от Волтерки. Вот этот будет тоже похож на медовый Джек Дэниелс, но с корицей и перцем. Прошу, да, конечно. По регионам много торфа представлено. Есть определенный тип виски шотландского, который производится на островах. Если взять именно этот остров Айва. Он совсем небольшой, на нем проживает 3000 людей. 95% из этих людей работает на дистиллириях. Виски будет очень фенольный, с торфяным вкусом. Глаза сейчас в куче немножко соберу, а то оно один туда, один туда. Непривычно. Вообще непривычно. Да, тут как бы... Да, мы сформируем до конца сортиментом, и он будет поинтереснее играть. А сейчас неинтересно, да? Сейчас еще, да. Хотим, чтобы было вино. Вино, да веселее. Вино, вино вообще смотреть не буду. Но у меня сил не хватит на вино. Дадим, чтобы каждый нашел вкус, чтобы для себя что-то интересное. Ну, и по карману. Да, и по карману, соответственно. Плюс будем пускать на разлив, чтобы человек попробовал, мог купить 50 грамм себя. Попробовать, выбрать. Ну, я думаю, вот такие, конечно, дорогие не будем. А совсем вот, чтобы напонюхать хотя бы... Типеточкой. Да. Минимальный драм будет 30 миллилитров. Да, так капельку на кожу, так... Ага, подходит, да, беру. Да, но ты бутылку не разрежешь по 30 грамм. Там же ценность бутылки, хрусталь. Шприцом? Ну, такие, да. Такие, конечно, разливать не будем. Шприцом достал, нормально, да. Я научу. Ой, спасибо. Пойдем, мы пиво посмотрим все-таки. А, стоять, сидры. Ага. Та-дам, тадам, сидры. Сидры. Камин. Камин. Ну, не тот камин, который с дровами, а... Ну, тоже тепло. Да. Да, согревающе. Видите, интересно будет попробовать, да, а не мутничок вообще? Смотри. Розики там. Да, вообще. Вот это натурпродукт, я понимаю. Я никогда не пробовал вот такие, значит, ну вот эти вот... Так нету у нас, блин. Они настоящие. Нету, нету. Почему-то вот сидр пахнет зеленым яблоком, без осадка, прозрачный. Дрожжами не пахнет вообще. Как он бродил, непонятно. Понятно. Чуть-чуть не то, наверное. Даже не чуть-чуть не то. Да. Класс. Опа-на. Ага. Вар-вар. Вар-вар. Ну тут очень. Правда. Пиво. А вам баночки. Это не пол литра. Ух ты. А пинта. 0568 литра. Пинта. Пинта? Да. Блин. Одна пинта. Я вообще не разбираюсь. Блин. Сколько. откуда как отчет он говорит 400 450 450 до что-то одно из в топовых трендах этой види степи или что там за комиссия фиг это там отца пивная пивная короче комиссия в топовых трендах поэтому ну так о фрамбуз гиос крик есть йос клад кок кок с этим бокалом квакнутым в виде капли ну да можно как в музее короче ходить и смотреть экспонаты как их пробовать я не знаю и сколько времени надо их пробовать если даже ассортимент не будет меняться а если будет ассортимент меняться то есть можно да вот так вот окружить кружить пробовать что-то новое окружить что-то новое а вот это итальянская до итальянское пивко баладин до говорят очень-очень необычная классная но не пробовал да 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 тут вообще сыры пошли все что хочешь сыры закусон блин смотри вообще England будет хухухухухуху не но но у меня нет слов конечно до того профессионально чтобы сказать зашкаливает они конечно человек теряется вот вот я потерялся я потерялся ну вообще холодильник рабочий все заставлено а забирай пошли можно был большим этот еще больше уху юха у нас тут добро не забывать 15 метров в длину свыше полутора километров шланг сколько свыше полутора километров полтора километров пивопроводы вот вот это вот его пивопроводы поскольку на проводе теряется в среднем ну тут максимально у нас 700 грамм кто-нибудь видел в своей жизни шланги пивопроводы до всем с воздухом конечно шуха красивый кич не ну а вот это тоже пиво до светящиеся это кто его знает может космической связи пока пока космического пива нету это токсик бир есть токсик бир светящийся не светящийся светящийся этикетка на не только название пиво что как как не обзавил а вот такое уже есть кто-то уже придумал да так что есть жесть уху еще больше больше еще плюс 500 сортов куда больше больше будет больше мы не стоим на месте мы хотим делать массы никогда не бывает не одел не одел в супермаркете а супермаркет до пива если было морепиво до фильмов по красивый а мы морепиво мы уже пели сегодня на пивзаводе где открытые чаны брожения вот там действительно раз и существа до там не за море море это но ребят у меня нет слов развиваемся дальше думаем что в дальнейшем если наше стремление будет таким у нас запалом то мы сделаем от 200 кранов больше в действии до почему почему и будем путем и бы нет да 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 уху ну вы блин даете называется еще и кофе да столько пива еще и кофе ну круто да вообще сирси а и обстреливайся единственная я говорю проблема человек заходит его так глаза в разную сторону не начинаешься куда смотреть ну да тут задача какая была задача была предложить клиенту правильный продукт при правильном хранении по правильной цели ну это понятно я понял что это импорт и по цене барный удар организовано все очень 400 процентов а мог прийти по поводу по нормальной меняемой цели как самые дешевые позиции простые понятно так и что-то эксклюзивное дорогое у каждого покупателя свой клиент ну понятно на все уровни слои населения но почему почему у вас стоит за 238 гривен пиво рядышком с 39 гривен и мы скажем что спрос был это понятно то же самое понятно но здесь можно набор такой что самое главное что еще понимать что продаешь это да еще понимать что покупаешь вот вообще было замечательно потому что я просто в прострации тут знаешь я скажу что 100 сортов это не для понта 100 сортов это для того чтобы мы можем и 120 поставить и будем оборачивать и будем продавать я скорее всего следующему объекту следующий четвертый будь 120 120 вас потому что мы когда формировали линии в ассортименте понимали что не влазит мы хотим брюдоке каким балладин на разве поставить армянский курку эль зерва курку эль обязательно керс керс это первый день открытия сегодня техническое открытие официально будет через еще даже еще даже не открыто короче а все уже загружено людей это круто потому что если бы мы объявили сегодня официально открытие мы бы физически поискравились тут надо понимать что ты делаешь как ты делаешь с кем ты делаешь и для кого ты делаешь ну да вроде понимать не подошли к этому всему потому и официально не объявляли открытие чтобы отшлифовать работу газ работу разлива потому что ребята сработают с этим оборудованием еще не сталкивались понимаешь не ну ребята молодцы тут тут разговоров нету то есть любой ткни расскажут все понятное так конечно чтобы было конкретно понятно каждые две недели нас сейчас спрашивают насколько промывается система система промывается каждые две недели это очень важно очень да для пива вообще очень важно суммарно промыть 100 грамм суммарно промыть 100 грамм чтобы промыть 100 грамм ну порядка около 1000 гривен мы идем на эти затраты каждые две недели потому что чистота линии на которых садится пивной камень это очень важно это первое второй момент для нас очень важно качество если клиент чувствует что пиво не было но мы сразу же или готовы вернуть ему деньги или предложить другой продукт мы открыты на контакт соответственно некондиционный товар мы не можем каждый каждую кегу попробовать на вкус нам пришло свой кег ты же понимаешь что каждую кегу попробовать нельзя ну понятно если эта кега где-то неправильно хранила если эта кега неправильно где-то ехала если бы то неправильно стояла специальное надо было заражение отряд дегустаторов в штате держать чтобы проект провели Некондиционный товар, который может прийти к нам по независимым от нас причинам, и не дай бог подключен на кран, если дефект был выявлен, мы кегу сразу снимаем. То есть мы ее не продаем. Специально, чтобы продать или не поднижаем цену. Развитие планируем активно, поскольку мы заточены под самостоятельный импорт. У нас есть возможность самостоятельно возить импорт щеки из Германии, как и в Шотландии, так и виски. Поэтому количество объектов нам по определению необходимо, чтобы мы сами могли гарантированно продать то, что мы везем. Нас интересуют такие бренды американские, даже американские, как Маундерс, как Докфиш. Очень серьезные крафтовые позиции, которые готовы покупать в Украине, которые хотят покупать в Украине. Они будут не дешевые, но они будут продаваться. С нами готовы работать заводы, как региональные, в которых мы были. Так и, кстати, нас ждет Чехия. Чехия? Да, ждет наш Чехия. На экскурсию на завод нас ждет Пугарден. На экскурсию на завод это уже подтверждено. Класс! Это подготовьте паспорта, господа. Класс! Мне бы хотелось с ребятами поехать еще и в Шотландию, и в Ирландию. Чтобы объяснить людям, что такое дымники, что такое не дымники, что такое торфяные, не торфяные страдания. Блин, вообще мечта, да, по пивоваренным заводам проехаться хотя бы Украины. А тут в Чехию, в Бельгию, в Германию. В Германию. В Германию это вообще, то есть, слов нету просто. Готовы вас поддержать, как начинающих бизнесменов, пивоваров? Не готовы, а готовы уже кран даже ссыпать под ваш продукт? Да, дали бы нам еще работать, и было бы вообще. Мы бы тогда сварили пиво под ваши краны. Да-да, готовы, готовы. То есть у нас, мы открыты для всех, и пожалуйста. Официально только, официально работа, только официальная оплата, никаких черных схем. Это мы открыто заявляем для всех. Те крафтовые пивовары, которые готовы вкладывать деньги, инвестировать в оборудование, которые готовы официально работать, пожалуйста, мы открыты. Те, кто варит непонятно где, непонятно что, непонятно где. Ну, может быть, вкусно получается. Но гарантии никакой, гарантии нету. Мы обязаны перед клиентом предоставить качественный продукт, документированный. Вот и мы из-за чего, что весь процесс снимаем, все наше оборудование показываем. То есть все технологические цепочки от и до, только белые схемы, никаких даже серых схем. Абсолютная открытость, человек видит, что готовится, из чего готовится. И для кого готовится. И я думаю, люди это оценят. Да, это очень важно. Открытость, честность. Почему мы вместе? Потому что человек открытый. Максимальная прозрачность. Не страшно показать технологический процесс. Не страшно открыть какую-то рецептуру, какую-то формулу. И нам не страшно прийти и показать, что мы делаем, как мы это делаем. Завести в камеру. Как выключен шланг. Какой кеган подключен. То есть мы однократичный беременов. Новый этап, такая ступенька бизнеса, скажем так, что от закрытых схем. Человек приходит, только конечный продукт и все. И непонятно, как оно делается. А тут все пока же. Мы сделаем революцию, это однозначно. Будем помогать в этом. Будем помогать в миру своих. С такими энтузиастами и хорошими людьми добьемся успеха. Супер. Приглашаем всех. Да. Народ, заезжайте, не пожалейте. Только глаза сначала вот так вот. Да, как-то кусками, секторами начинаете смотреть. Потому что сразу тяжело. Тяжело, тяжело, очень тяжело. И мы даже, как видно по ценникам, определили часть импорта. С одной стороны, да, с синей пометкой. Это своя ниша клиента, своя публика и свой продукт. Мы выделили в центральной части часть региональных заводов. Это недорогой сегмент. С красной пометкой это крафт, с зеленой это региональные. С зеленой это не пастеризованные сорта. Они могут быть как региональные, так и импорты. Синяя это импорт. Синяя это чисто импорт. Он, как правило, по определению пастеризованный. С правой стороны крафт. С правой стороны. Человек, кто к нам доходит, он сразу же знает. Какая зона. Региональная сорта, это чисто украинская. Импорт это понятно. Крафт это что-то уникальное, что-то интересное и что-то особенное. Где пивар вкладывает свой сезон. Тут понять систему уже понятнее становится. Да, да. Потому что на первом магазине у нас там все хаосы стоит. Поскольку сложно потом даже переподключать кеку. Это не почему. Когда у тебя пивная магистраль пивная, у тебя продуктов в этой магистрали от полулитра до литра занимает. Просто взять свитч, например, Лондон Прайб, который стоит 500 гривен за литр. Это не логично. Да, это, по крайней мере, не логично. Потому сорта подключались по мере освобождения свободного крана. Здесь изначально выставили то, как мы сейчас направили. Свой кран на свой сорт. Да, да, да. И что мы пытались донести, что мы доступны для всех. Вашка это очень. Ну да. И за 30 гривен, и за 230 гривен. Ну что, можем пожелать вам такую удачу. Да. Позже заряда запала. Да, и спасибо. Сереж, уважуха. Спасибо. Отдельное спасибо, конечно, еще. Оператор. Да. Классно все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok